Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов с описанием по книги Великие музеи мира. Робер Кампен, флемальский мастер, Христос и Дева Мария. Около 1430-1435 годов. Дерево, масло, золото, 28 на 45. Робер Кампен, нигеранский художник, которого отождествляют с мастером из флемаль, ввиду сходства манер их известных работ. Его творчестве прослеживаются черты интернациональной готики, но имеются также особенности, позволяющие говорить о рождении нового стиля. На картине изображены благословляющий Христос и молящаяся Дева Мария. Кампен воспроизвел композицию так называемого авиньонского диптиха, переданного в 14 веке папой Климентом VI герцогу нидерландскому. Мастер сохранил золотой фон, роднящий произведение с византийской иконой, при этом написал голову Иисуса в той реалистической манере, которая составляет славу нидерландской школы 15 века, с ее исключительным вниманием к мельчайшим подробностям. Чего стоит, например, высочайшая техника проработки волос спасителя. Можно рассмотреть каждый завиток. Творчество Кампена пришлось на эпоху становления портретного искусства и, собственно, составляет ее. С появлением портрета создание индивидуализированного образа стало главным мотивом живописи. Человек на картинах больше нидерлизировался. И не только он один, но и Бог Христос и Мария предстают с чертами реальной модели характерной формы губ Иисуса, линия подбородка Богоматери. Некоторые мелкие детали восхищают, например, медальон на груди спасителя, находка художника, не имеющая обоснования в кинографии. Он представляет собой выпуклое зеркало, изобретенное незадолго до этого времени. Образец такого зеркала в картине Яна Ван Эйка «Чита Арнольфини» 1434 год, находится в Национальной галерее в Лондоне. Но вот такое описание нашел в книге «Великие музеи мира» к работе «Христос и Дева Мария» Роберт Кампер. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok